Причина ошибок при верификации рака пристательной железы со стороны патоморфолога. Минутка анатомии. Пристательная железа располагается под мочевым пузырем, является экзокринной железой, не имеет собственной капсулы, содержит простатический отдел ретро, в который открывается и культурный проток. Также напрямую срочена с шейкой мочевого пузыря. Важно дальнейшее для стадирования. И гистологически имеет три основных зоны. Центральная зона занимается около 25%, которая открывается устья семенных пузырьков, и сам экзокринный проток. Стромы в этой зоне плотные, железы при этом большие. Кустисты очень часто напоминают ПИН, даже в норме. Самая большая по объему – это периферическая зона, около 70%. Нерыхлая строма, мелкие железы. И именно эта зона является основным источником новообразования, в частности, не раков. И самая маленькая транзиторная зона, которая является переходной между центральной зоной, и имеет такую же плотную строму, и отцена в соответствующей периферической зоне. Из этой зоны развиваются чаще всего гиперплазии, которые могут в дальнейшем сильно изменить форму железы, ее объем, и сместить тот же эвакультурный проток устья семенных пузырьков относительно нормального расположения. Гистологически ацинус предстательной железы состоит из двух слоев. Это слой базальных клеток и непосредственно секреторные клетки. И слой базальных клеток является одним из важнейших диагностических критериев при оценке рака предстательной железы. Краткое показание биопсии основное – это уровень ПСА в соответствии с возрастом и результаты пульпатурного исследования, и после чего производится мультипараметрическая МРТ, которая дает указания на узел и дальнейшую тактику введения пациента. Со стороны патноморфолога есть ряд факторов, влияющих на качество выявления рака в биоптате. Немодифицируемые факторы – это чаще всего та информация, которая имеется в морфологовом направлении и которая может собрать кусочки пазла для конкретного пациента. Клиническая картина, те симптомы, которые есть на данный момент у пациента, и уровень ПСА могут дать в купе с возрастом, расой и стадии пациентов вероятность развития у этого пациента рака. Находки ранее проведенных биопсий учитываются ранее обнаруженный ПИН, либо ранее обнаруженная мелкооценарная пролиферация, подозрительная на рак, объем представительной железы, данные УЗИ и мультипараметрическое МРТ, которые дадут более четкое представление о характере процесса, о объеме узла, локализации этого узла. И в дальнейшем могут, опять же, служить как кусочек мозаики для морфологов. И модифицируемые факторы, ряд факторов, зависимых от хирурга. Первое, биопсию – это количество взятых биоптатов. Соответственно, чем выше количество взятых биоптатов, тем больше информации для исследования. Метод биопсии позволяет уточнить, насколько четко, либо мультифокально расположен рак в пределах железы, локализация этих биоптатов поможет уточнить наличие мультифокальности в данном конкретном раке. Количество исследованной ткани позволит четко сказать, в зависимости от количества ткани, мы можем описать то количество информации, то количество рака, либо другого какого-то процесса, которые мы можем исследовать, тем больше объем биоптата, тем больше информации. Зависящих от патоморфологической лаборатории факторов относится к качеству преаналитического этапа, к фиксации проводки микротомии, поскольку от артефактов очень сложно их избежать, и в случаях некачественной фиксации, либо проводки из-за артифициальных изменений зачастую бывает невозможно отличить рак от какого-то другого доброкачественного процесса и поставить корректный диагноз. Количество биоптатов в гистологической кассете. Должно коррелировать с количеством взятых биоптатов, и на каждую гистологическую кассету должен приходиться один биоптат из какой-то конкретной зоны в соответствии с маркировкой от уролога. Количество срезов в гистологическом препарате должно быть максимально возможным, поскольку это, во-первых, уменьшит ошибки и неточности в преаналитическом этапе при микротомии, а во-вторых, даст больше площади для исследований и, соответственно, большего диагностического поиска. Ну и мастерство патолога непосредственно в исследовании трепан-биоптатов предстательной железы и его осведомленность во всех тех мимикрирующих состояниях видах рак предстательной железы, которые, в принципе, можно диагностировать. Пару слов о причинах повышения ПСА, поскольку рак предстательной железы не является единственной причиной. Это возраст, воспалительные заболевания и манипуляции на предстательной железе, гиперплазии предстательной железы и, в конечном итоге, вся эта информация может быть еще одним ключом для определения диагноза под репан-биоптату. Несколько слов о мультифокальности рака. За счет биологии рака предстательной железы этот рак не продуцирует собственную строму, поэтому не может выглядеть, как чертко очерченный узел. И, собственно, это два слайда от одного и того же пациента из разных его долей. На правом слайде на фоне здоровых интактных ацинусов. Вот они. Довольно слабо заметные, мелкие, нежные, опухолевые железы, которые почти не меняют строму и почти не видны. С другой стороны, это крупные поля опухоли с криброзом без нормальных ацинусов, которые можно увидеть как один большой конкретный узел. Из этого следует необходимость корректной маркировки и корректного расположения по флаконам трепанобиоптатов предстательной железы, поскольку не всегда можно четко определить, из какой зоны конкретный биоптат взят. На данный момент для диагностики раков предстательной железы мы пользуемся возрастной классификацией. Она достаточно обширна, однако 90% составляет сценарно данная кальцинома и ее варианты. О них и будем говорить. Для градации мы используем грейдинговую шкалу Глиссона в пересмотре Тайсапи 2014 года. И грейдинговая группа и группы риска выставляются по сумме баллов, которые исследуются по паттернам. Первый балл – это наибольший представленный паттерн, второй балл – это наиболее злокачественный паттерн, представленный в опухоли. Паттерны в пять. Паттерны один и два на данный момент для трепанобиоптатов не используются, они локализуются преимущественно в центральной зоне. Это отграниченное скопление мелких ацинусов. И критерии оценки этих паттернов слабовоспроизводимы и чаще всего при иммуногистохимическом исследовании являются денозом. Для трепанобиоптатов они не используются. Один из основных паттернов – это паттерн три. Представляет собой хорошо сформированные трубочки, иногда слегка ветвистые железы, с четко сформированным просветом и сохраненная поляризация. При этом необходимо наличие клеточной типи. Паттерн четыре – самый многообразный. Он составляет корреброзные железы, плохо сформированные железы с потерей поляризации клеток и смещенным просветом, сливные железы и гумерулярные железы, как вариант клеточных. Паттерн пять – это крупные клеточные железы с некрозом внутри, солидные поля или отдельные мелкорасыпающиеся клетки и мелкие кластеры. В зависимости от суммы выделяют пять групп соответствующих градаций. Притом сумма баллов семь составляет две группы в зависимости от наиболее распространенного паттерна, либо это паттерн три, либо паттерн четыре. Они в дальнейшем составляют разные группы риска. Думаю, по поводу зависимости выживаемости не буду останавливаться. Однако есть ряд состояний, которые в трепан-биоптате могут мимикрировать под аценарную аденокарциному и создавать трудности в диагностике, приводить к гипердиагностике. В частности, самое простое – это атрофия, это диапатическое состояние. Признаки атрофии находятся даже в аутопсийных простатах у мужчин до 30 лет. Рассматривается часть всего как исход воспаления. И представляют собой аценарные пролифераты с нарушенной аценарной архитектурой, с уплощенным эпителием и бесформенными рулевыми железами, с не всегда заметным базальным слоем и присутствующими ядрышками, как одним из самых частых критериев аденокарцинома. В трепан-биоптате могут симулировать рак. Однако основным нашим ключом к диагностике отличия атрофии от рака является наличие базальных клеток. Тут их даже видно. Если есть сохранная архитектура, то это она и общая морфологическая картина. Также отсутствие ядрышек диффузно на всем и, в принципе, отсутствие клеточной АТП. Постатрофическая гиперплазия это крайний вариант атрофии, который характеризуется большим количеством мелких уродливых ацинусов на фоне атрофичной фибромускулярной стромы с гиалинозом. При этом в постатрофической гиперплазии могут отсутствовать базальные клетки, могут присутствовать достаточно крупные ядрышки и на данный момент это одна из самых частых ошибок при трактовании диагностики рака. Отличить постатрофическую гиперплазию сложнее всего. Однако для постатрофической гиперплазии не характерна выраженная клеточная АТП. и в самых сложных случаях нам, безусловно, поможет иммуногистохимическая исследование. Атипичная аденоматозная гиперплазия развивается чаще всего из транзиторной зоны. И это крупный, хорошо отчерченный узел плотно собранных желез с клеточной АТП. При этом недостаточно хорошо заметен базальный слой. есть достаточно выраженные изменения фибромускулярной стромы, характерные именно для гиперплазии, но не характерные для рака. Хотя при крупных узлах, особенно при близости нормальных АТП, они могут мимикрировать под АТП. Склерозирующий аденоз еще одно состояние, которое может мимикрировать под кожественного предстательной железы, при том под паттерн 4 за счет плотной фиброзной стромы, которая сжимает ацинусы, которых достаточно много в этом состоянии, сжимает ацинусы и делает вид плохо сформированных желез. Однако это состояние не имеет выраженной клеточной АТП и высококлеточная строма фибромаскулярная должна натыкнуть на диагноз фиклерозирующего аденоза. Базально-клеточная гиперплазия на самом деле в большинстве случаев достаточно очевидна и представлена солидными либо криброзными узлами базальных клеток возле ацинусов. Здесь не представлено. Однако могут быть варианты без сохранного цинарного эпителия и достаточно крупные криброзные базально-клеточные гиперпластические узлы могут мимикрировать под паттерн 4-аденокарцинома. Нефрогенная аденома нечастое состояние для пристательной железы развивающейся из пар периуретральных тканей простатического отдела уретра. и характеризующаяся во-первых клиникой нарушения тока мочи гематуреи клиникой крупного образования в просвете уретры поскольку чаще всего это экзофитно-полиповидное образование. Также она может пролоббировать ткань пристательной железы представленной мелкими нижними адсуносами с характерными зонтичными клетками отшнуровывающимися от них внутри железистым муцином и выраженной инфильтрацией которая характерна для аденокарцинома. Семенные пузырьки это нормальная структура для пристательной железы однако у пожилых пациентов в трепан биоптате может мимикрировать под урак пристательной железы за счет деформации и полиморфизма некоторых ядер. Также в биоптатах мы можем обнаружить предураковое состояние как пин хай грейд который может опять же во-первых мимикрировать под паттерн 4 пристательной железы в случае если это криброзный пин как здесь а также в принципе пин хай грейд является показанием для повтора биопсии поскольку он является облигательным предраком и после повторной биопсии чаще всего рак все-таки находится характеризуется пролиферация типичных клеток внутри ацинуса и чаще всего заметно достаточно выраженной базальной клетки вдоль атипичных и в диагностике пинах и грейд проблем не возникает однако другая история с типичной мелкоцинарной пролиферацией поскольку она является диагнозом исключения в случаях если в трепан биоптате имеются мелкие ацинусы с недостаточной атипией либо атрофическими изменениями если их недостаточно меньше пяти для постановки диагноза рака либо если они находятся на самом краю биоптата при этом в других биоптатах ничего нет тогда и только тогда мы можем поставить диагноз атипической мелкоцинарной пролиферации это будет в принципе показанием для повтора биопсии поскольку в повторной биопсии в 40% этих случаев является карцином интродуктальная карцинома это распространение опухолевых клеток вдоль ацинусов и протоков является логичным продолжением аденной карциномы и показывает его агрессивное течение и достаточно высокое распространение является фактором неблагоприятного прогноза паруслов о иммуногистохимическом исследовании в рамках мимикрирующих состояний основными антителами являются P63 высокомолекулярный цитокератин высокого молекулярного веса как маркеры для определения базального слоя клеток однако в некоторых состояниях таких как постатрофитическая гиперплазия либо атипическая аденоматозная гиперплазия они могут быть отрицательны поскольку базальный слой клеток сильно растянут практически не представлен в этом случае мы оцениваем даже единичные положительные клетки в подозрительных железах также рацемаза которая является маркером злокачественных опухолей как здесь представлена аденокарцинома и пин-хай-грейт который имеет как позитивный цитокератин высокого молекулярного веса так и красную рацемазу однако в 31% случаев например простой атрофии и более 50% при постатрофической гиперплазии рацемаза также может быть положительной что не дает нам точных указаний на то насколько этот процесс злокачественный поэтому все три маркера используются в связке для наиболее полного для наиболее полной картины ну и опять же многихитохимическое исследование не является в данном случае панацеей опирается патолог все-таки прежде всего на морфологическую картину и хотел бы привести выдержку из СН о том что по результатам биопсии и клинической картины выставляется группа риска для конкретных пациентов и по своей сути рак предстательной железы является сейчас единственным раком который который может быть единственным раком который может иметь как тактику лечения динамическое наблюдение при соблюдении определенных условий которые были уже говорили Александром Константиновичем у меня все спасибо за внимание спасибо большое Станислав Сергеевич приоткрыли нам глаза на многие процессы но мы вас попросим задержаться наверное все таки есть вопросы еще большая возможность поймать патоморфолога потому что патоморфолога это очень ценный человек и его минута очень дорого стоит особенно в онкологическом учреждении поэтому мы вас сюда заманили мы здесь вас будем сейчас спрашивать пытать да пожалуйста у аудитории есть вопросы к патоморфологу лучевой диагносты вперед Станислав Сергеевич скажите пожалуйста скажите пожалуйста для нас как для лучевого диагноста постбиопсивные изменения в предстоятельной железе они заставляют потрудиться в плане интерпретации изображений как для вас насколько они влияют на выявление опухоли и второй вопрос по литературным данным там в случае если биопсия была отрицательна то есть не нашли опухолевых клеток далее мы делаем МРТ и видим обширные постбиопсийные изменения и там пишут что в этой области где мы видим геморрагии клинически значимый рак мы можем не искать поскольку нормальная ткань железы выделяет цитрат и что он является вородантикоагулянтом и в этой ситуации то есть если обширная геморрагия там собственно говоря можно и не переживать по этому поводу так ли это и что все в данном случае постбиопсийные изменения если они попадают в дальнейшем повторную биопсию не не затрудняют ее оценку однако стоит учитывать попадает ли при этом карцинома в эту биопсию то есть если это участок обширной геморрагии мы видим там кровь и обрывки стром то есть я так понимаю постбиопсийные изменения никаким образом на качестве работы патоморфолога не отражаются будь то биопсия будь то патоморфологическое исследование препарата в данном случае они отражаются только в том как я уже говорил это будет тот фактор что не будет толком ткани самой железы даже если там опухоль осталась но в биоптатом вы все равно будете если там опухоль есть вы увидите опухоли у клетки на фоне геморрагии спасибо большое каким-то образом вы специально готовите препарат для анализа будь это препарат нативный то есть не было предварительного геморрагического пропитывания тканей или все-таки зная что была вероятность геморрагического пропитывания вы каким-то образом вот этот вот гистопроцесс подготовки препаратов меняете такое есть насколько я знаю что процесс остается одинаковым спасибо можно продолжить тему все-таки на ваш взгляд в каком виде технологическом должен препарат от клинициста ну или от специалиста который выполняет биопсию попадать к морфологу это должны быть маркированные биоптаты в отдельном флаконе то есть каждый биоптат должен быть в отдельном флаконе четко маркирован откуда он либо по номерам неважно как препарат позиционирован то есть он просто флакончик смыт или все-таки он как-то фиксирован в идеале в идеальных условиях это непосредственно укладка извлеченного препарата биоптата непосредственно в кассету биопсинную прокладку это позволит минимизировать ошибки на преаналитическом этапе как неровная заливка неправильная локализация однако если это фрагментация опять же позволит уменьшить такие проблемы однако если это все-таки маркированный один биоптат в одном флаконе то в принципе это позволит это достаточно информативно говорить об идеальной ситуации она не идеальная она рабочая она должна быть таковой на самом деле это очень важно тем кто занимается биопсией предстоятельной железы понимать на самом деле существует алгоритм технологический который должен соблюдаться и препарат должен быть уложен сразу в кассету и таким образом он должен поступить в фиксацию и дальше в заливку изменение препарата в парафиновом блоке на 1 градус снижает информативность вашего препарата на 8% 1 градус в блоке а что вы имеете во флакончике которым как червяк свернут ваш непонятным образом ваш препарат поэтому если мы говорим о точной диагностике о высоком качестве препарата то я считаю что и это не проблема на пластиковую кассету уложить материал только об этом никто не говорит конечно Анна Сергеевна пожалуйста к сожалению идеальной ситуации нет мы об этом хотя бы говорить должны мы об этом говорить да безусловно то есть мы чаще скажем с внешним материалом сталкиваемся когда ну уже со стеклами понятное дело когда 3-4-5 биоптатов 6 биоптатов то есть с одной доли просто уложены в одну кассету либо в одном флаконе доставленном под алкономическое отделение это конечно не позволяет адекватно заниматься диагностикой в таких деликатных областях что касается ориентации материала по при извлечении из организма то есть идеальная ситуация действительно когда при извлечении из иглы трепан сразу укладывается ориентируется соответствующим образом но это не просто должна быть кассета у кассеты высота бортиков около 5 миллиметров то есть это должна быть кассета и биопсийные прокладки то что мы используем в пределах своего подразделения в идеале да конечно должна быть таким образом организована работа есть определенные нюансы биопсийные прокладки должны быть предварительно смочены в формалине потом это все уложено в кассету потом это все погружено в формалин в достаточном объеме это прям вообще красота была проблем нет организовать все то же самое делается только на коленке да то есть все движение и время тратится столько же просто никто об этом вот ни на одной конференции поверьте Анна Сергеевна никто это никогда не озвучивал может ну тут есть определенные сложности действительно организационные как можно решить это в принципе без привлечения активного патологов не всегда есть контакт с ними ориентировать материал есть разные варианты есть специальные биопсийные бумажки на которые клеится трепан либо они их используют еще в эндоскопической практике когда тоже расправляют эндоскопический биоптат они фиксируются к специальной бумаге погружаются уже на бумаги формалин это не препятствует гистологическому исследованию это действительно позволяет ориентировать трепан очень ровно очень аккуратным образом избегать горизонтальных всяких деформаций и максимальную площадь ткани получать в срез это один из способов да вот можно просто запастись биопсийными прокладками и на биопсийную прокладку размещать трепан ее сворачивать и засовывать во флакон если у вас нет гистологических кассет это тоже не будет препятствовать потом оптимальному исследованию гистологическому в том числе в плане ориентации спасибо Александру Константиновичу что подняли эту тему она действительно животрепещущая это правда и она не требует как бы сильной но вот элементарные вещи мы так всегда делали укладка препарата на бумагу помогает уже значительно а на самом деле если тем более это коммерческий центр то конечно должно укладываться в соответствующую кассетку с биопсийной с этой прокладкой с соответствующим фиксацией в формолине потому что вот те вопросы к которым почему она не информативна да потому что там столбик получилось не 2 сантиметра а получился там от силы полсантиметра этой ткани вышло он еще весь у вас съехал в спираль закрутился вы его бросили и исследовали там 3% от всего препарата вот вся история вопрос о доверии да поэтому и это очень важно то есть вот именно этот вопрос для клиницистов и хотелось бы тоже уточнить что если мы делаем биопсию то и эти вопросы должны обязательно быть подняты и выполнены обсуждены вместе с патоматологом который получает ваш материал я вот этот а кто еще вопрос есть вопросы из зала пожалуйста микрофончик все таки вот те ошибки так назовем разные мнения об одном и том же препарате который скажется разными морфологами такое случается неоднократно чем это все таки связано с качеством материала как вы говорили или с квалификацией морфологов здесь несколько могу уточнить вопрос у меня вот постепенно вопрос вычеркивается и вот один из вопросов перекликается извините вот вы в своем слайде указали один из факторов качества это мастерство патоморфолога существуют ли критерии мастерства я так понимаю вот в этом аспекте критерии мастерства патоморфолога потому что критерии мастерства лучевого диагноста они так примерно озвучены и представление мы имеем. А вот у патоморфолога есть такое? Официальных критерий безусловно нет. Однако все-таки имеет место то, чем занимается морфолог, и какова частота, в принципе, для него исследований в этой области. Вот именно частота, да, вот я понимаю. А сколько должен патоморфолог в месяц, в год проводить таких исследований, чтобы его считали достаточно квалифицированным? Есть такой критерий? Так же, как, наверное, уролог, проводящий простатоктомию. Кривая обучение является очень популярным таким методом оценки. Сергей, ну вы знаете о таких критериях? Мы просим помощи из зала, да, заведующий патоморфологической лабораторией. Как всегда, ряд факторов имеет значение. Тут действительно и качество материала, и качество препаратов, потому что, скажем, мы в своей лаборатории, как правило, вынуждены изготавливать повторные срезы с парафиновых блоков. Что касается трепанбиоптата пристательной железы, это не всегда возможно, потому что зачастую блок истощен уже на этапе первичной лаборатории. Делается очень много серийных срезов, и, в общем, это уже безрезультатно. Если качество срезов невысокое, это один из источников ошибок. И, безусловно, мастерство, то, что названо патологоанатома, это, по большому счету, его опытность и та чистота, с которой он с этим материалом сталкивается. Каких-то критериев определенных нет, потому что в нашей стране нет таких исследований, а за рубежом большинство патологоанатомов все-таки специализируются в определенной конкретной локализации. И у них, в общем, меньше встает таких вопросов. Ну, человек должен смотреть каждый день, в идеале, этот материал каждый день. Сергей, а вот на зарубежный опыт, специализирующий в этой области, что называется, он проходит специальные курсы, получив бумажку... Он уропатолог. Уропатолог. Он не общий патолог, он не патологоанатом. Он урологический патолог. Он проходит резидентуру, там 4-5 лет по патологической анатомии, и потом проходит специализацию в конкретной области еще 1-2 года. И он занимается урологической патологией от и до. И остальные не занимаются? Да, и только ей. Все понятно. Все понятно. Спасибо большое. Узнать, я сначала теоретический вопрос был по поводу интродуктальной карциномы, я не очень понял. Все-таки инродуктальная карцинома – это аденокарцинома предстоятельной железы, растущая по ходу волокон, или все-таки это карцинома, исходящая из выводных протоков, растущая в том числе и в объем предстоятельной железы, но в том числе в просвет мышцискательного канала? Инродуктальная карцинома – это вторичное состояние, когда оценарная данная карцинома растет вдоль, в просвете протоков. В просвете протоков? Вы же сказали вдоль протоков. В просвете протоков. То есть это все-таки карцином из протоков. Она поэтому и отличается по своей агрессивности. Так, она, Сергея, еще раз в инициативу берется. Она отличается по своей агрессивности в худшую сторону, потому что это действительно вторичное поражение ацинарной аденокарциномой внутри просветно протоков. То есть у нас в терминальном отделе в ацинусе карцинома развелась инвазивная, и она вторично выходит в просвет протоков, и вдоль просвета изнутри распространяется. Поэтому это косвенный признак более высокого грейда ацинарной аденокарциномы, потому что аденокарциномы 3 плюс 3 так не делают. То есть это 4 и выше паттерн, который может вторично инвазировать протоки и вдоль протоков распространяться. То есть это такая форма роста и распространения... Да, это форма распространения ацинарной аденокарциномы внутри протоков. И почему об этом в общем упоминалось, потому что в небольшом проценте случаев в трепанобиоптатах мы можем сталкиваться только изолированно с интерадуктальной карциномой. Это важный дифференциально-диагностический момент, потому что это говорит о том, что у пациента есть высокоагрессивный ацинарный рак предстательной железы, даже если мы его не видим в объеме исследованного материала. И это, в общем, требует дополнительного обследования соответствующего. А первичный рак выводных протоков, он в принципе существует? Это дуктальная аденокарцинома. Это другая гистологическая форма, это дуктальная аденокарцинома, она существует, она редкая, проблема в том, что она часто ассоциирована с ацинарной, иногда, ну то есть это один из источников гиподиагностики дуктальной аденокарцинома, потому что, как правило, это комбинированная дуктальная аденокарцинома, просто этот паттерн недооценивается и поэтому не описывается. Это вопрос сегодня интересен, потому что тот случай клинический, который сегодня будет на биопсии, он как раз и затрагивает эту зону, вот эта фибромускулярная, грубо говоря, вот эта зона, и там как раз мы можем и ожидать, скорее всего, либо интрадуктальную карциному, или чисто дуктальную карциному, или смешанный какой-то вариант. Ну ладно, не будем забегать вперед, интригу сохраним до конца. А у меня еще один вопрос по поводу все-таки моногистой химии, спасибо, вы после белых ночей несколько изменили презентацию, там появился определенный ответ, но, тем не менее, как бы вы сами так как-то оценили, что, в общем, особо большой роли для вас нет, потому что нужно принимать решение по морфологической картине. И все-таки, во-первых, какое место, и насколько действительно нужно это так часто делать, это раз. А во-вторых, кроме тех маркеров, которые вы показали, базальных клеток, что реально, на ваш взгляд, вы можете клиницистам показать по иммуногистохимии еще? На самом деле, этих маркеров достаточно много, и на сегодняшний день это является чрезвычайно актуальным, но мы с этим ничем не работаем. Отбросим деньги, да, отбросим финансовую, но тем не менее. А, Сергей, ну дайте... Нет, я сейчас очень извиняюсь, Станислав Сергеевич, я так вижу, с поддержкой стоит, поэтому мы его, может быть, посадим. Посадим, да. Просто... Да. Спасибо большое. Дискуссия, которую Александр Константинович поднимает, она, в общем, имеет более далекие корни, чем Станислав Сергеевич может охватить. Мы вообще, в принципе, иммуногистохимия можем поделить на две большие группы, на диагностическую и на прогностическую. Что касается диагностических возможностей иммуногистохимии, локальных, в предстательной железе, особенно если мы говорим о малом материале или о биопсинном материале, то они действительно ограничены. И, на мой взгляд, делать ее нужно реже, чем она делается сейчас вообще в принципе. Потому что в тех случаях, когда ее возможности недостаточны, ее значение переоценивается, а в тех случаях, когда ее возможности достаточно, в ней нет необходимости. Поэтому диагностическая иммуногистохимия действительно имеет весьма ограниченное значение в предстательной железе. Что касается прогностической иммуногистохимии, то мы действительно ее очень редко используем. Может быть, ее возможности можно было бы уже на этом объеме материала использовать, если бы результаты транслировались в клиническую практику. Если бы у нас была задача определить какие-то параметры, там, наличие нейроэндокринной дифференцировки, уровень экспрессии андрогеновых рецепторов, статус ИРГ, статус ПТН. У нас есть такие возможности технически, мы можем это делать, нам нужен запрос из клиники. Потому что на сегодняшний день это, конечно, никак не поддерживается системой госгарантий наших. То есть это либо ложится на плечи пациента, либо нужно какие-то другие ресурсы изыскивать для того, чтобы эти исследования выполнять. Александр Константинович, у вас будет такой запрос? Нет, ну запрос он есть, вопрос все равно упирается в одно. Но к чему-то на самом деле вопрос к тому, что, опять же, надо понимать, что очень мир меняется. И меняются те требования, которые на сегодняшний день есть материалы. Понятно, что если относиться к таких обыденных позиций, то кому нужна эта иммуногистохимия. Но на самом деле очень многие вещи на сегодняшний день становятся чрезвычайно актуальны. И определение в том числе иммуногистохимии, и не то иммуногистохимии, как раз диагностическая, о которой мы говорили, она не нужна на самом деле. А вот именно прогностической иммуногистохимии, которая на сегодняшний день очень активно развивается, и мы получаем все новые и новые данные, оно на самом деле достаточно важно. И именно вот когда центр имеет такие возможности и может это использовать, это тоже очень важно для биопсии. Потому что потом уже поздно и чаще всего в этом биопсийном материале уже негде делать, не на чем делать иммуногистохимию. Там уже материала не осталось, маленькие очень столбы. Поэтому это все должно делаться заранее, изначально. Но это на самом деле важно, и пройдет немного времени, это станет обязательным на самом деле. Надо просто понимать. То есть если сейчас мы говорим о том, что это желание... Это для молочной железы. Да. Я недавно сказал, что мы ровно идем за молочной железой в отставание в 20 лет. То есть вот пройдет уже чуть-чуть времени, и это станет обязательным для ракопситотной железы. Определение экспрессии андроген-рецепторов. Важно, да принципиально важно. Наверняка вы еще можете смотреть какие-то и варианты. Есть возможность иммуногистохимически смотреть какие-нибудь варианты андроген-рецепторов? Есть возможность. Правда, эти антитела только сейчас для научных исследований пока валидированы. Но тем не менее. Скоро мы получим возможность иммуногистохимически смотреть ARVC сплайс-вариант развития андроген-рецепторов. И это придет. Но это уже сегодня есть. И поэтому мы об этом должны говорить. И это должно внедряться в том числе и в практику, и в понимание важности и ценности биопсийного материала, который мы получим. Александр Константинович, вы не пожалели, что вы пришли на эту конференцию? Нет, нет. Отлично. Видите, какие у вас необозримые перспективы открываются. Анна Сергеевна, спасибо большое. У нас подходит к концу, но у меня еще куча вопросов, и аудитория тоже есть вопросы, я так понимаю. Пара вопросов. Пожалуйста. Давайте мы тогда покороче. Анна Сергеевна, мы тогда вас вызовем. Замена, так сказать, у нас пятерка нападающего меняется. У меня, как у лучевого диагноста, короткий такой вопрос. Сколько времени тратится на описание, составление заключения по биопсии предстательной железы? И второй вопрос, есть ли система какая-то описания? То есть, допустим, если у нас есть, так, ну, всем известная ПАРАС-система. Я поняла вопрос. Есть ли у вас такая? Значит... Анна Сергеевна, если коротко. Коротко, я поняла. Потому что у меня еще несколько десятков вопросов. Время, которое тратит морфолог на оценку материала, зависит, безусловно, от количества трепанобиоптатов. То есть, если это 6 столбиков, это одно время. Если это сатурационная биопсия, 50-80 столбиков, это совершенно другое время. То есть, как правило, отчет при определенном опыте тратит 1-2 минуты на стекло. Если там нет изменений, которые требуют более тщательного анализа. Вот. Что касается формы заключения, у нас нет такой системы градации, как у лучевых диагностов. То есть, нет каких-то клинических групп или каких-то прогностических групп по заключению. Ну, за исключением глисон грейдинг групп. То есть, это как бы такая система суррогатная. Но есть определенные стандарты по оформлению заключения. Они не приняты в нашей стране. Их даже нет на русском языке. Вот. Но за рубежом они есть. То есть, это протяженность поражения в той или ином виде, там, в миллиметрах или в процентах сумма баллов по глисону. Доля каждого из паттернов. Как правило, указывается доля более низкодифференцированного паттерна в каждом трепанобиоптате. И дальше суммационное заключение. Есть несколько подходов к тому, какой выставлять итоговый грейд, итоговую группу по глисону. Раньше считалось, что мы это должны делать по-наихудшему. То есть, если у нас там из 12 биоптатов 5, 3 плюс 4, а в одном 4 плюс 4, то мы должны поставить ему глисон грейд групп 4, 8. Но на самом деле сейчас подходы изменяются, и итоговый грейдинг отдается все-таки на откуп патологу более, скажем так, персонализированно. Потому что мы должны оценить, все ли эти столбики из одного очага опухолевого. Если они все из одного опухолевого очага, то мы должны оценить долю поражения каждого столбика и размер биоптатов. Потому что мы нередко, к сожалению, в российской действительности сталкиваемся с биоптатами протяженностью 3-5 миллиметров. Это абсолютно неадекватно для диагностики рака предстательной железы. И если из этих 3-5 миллиметров, там 2 миллиметра, это паттерн 4, то это вообще может никак не характеризовать реальный грейд опухоли. Поэтому мы учитываем общую картину. Если доля паттерна 4, скажем, в такой ситуации очень маленькая, мы можем поставить итоговый грейд не 8, 4 плюс 4, а 3 плюс 4 или 4 плюс 3. То есть изменить градационную группу и, соответственно, ту тактику, которая может предполагаться для пациента. Это если коротко. Это очень коротко, да. Хорошо. Так, вы затронули еще два вопроса, которые я хотел загнать. Если есть вопросы из зала? Нет, да? Вот вопрос. Является ли сообщество патоморфологов, соответственно, теми людьми, которые поддерживают развитие фьюжн-биопсии? Потому что в результате фьюжн-биопсии, да, вы получаете меньше биоптатов, соответственно, ваша работа более сжата, более конкретизирована и так далее. Или вы это не видите? На демонстрацию мы еще за фьюжн-биопсию не ходили. Флакаты еще не рисовали. Флакаты еще не рисовали. Мы, конечно, заинтересованы в более таргетном, более прецизионном взаимодействии с лучевыми диагностами, для того, чтобы действительно, может быть, уменьшить излишнюю нагрузку. Вы обращаете внимание на данные лучевой диагностики, когда анализируете присланный вам материал? Всегда, когда они у нас есть. Есть, да? Хорошо, отлично. В связи с этим, следующий вопрос. У вас всегда вниз есть. Вот это несколько сложнее. Следующий вопрос. Для вас, я так понимаю, очень важна информация о месте забора материала. Это и грейт меняется, это меняется и фоновая оценка изменений, потому что ваш коллега сказал, что в некоторых ситуациях нормальные железы могут трактоваться как пин, да, если вы поймете, что это железа там с периферии, а не с центра, да, допустим, и так далее. Я так понимаю, вы всегда нуждаетесь в этой информации или это независимо, вот вам достался этот биоптат и вам не важно, откуда это взят биоптат, с центральной зоны, с транзиторной или с периферической. На мой взгляд, конечно, в большей степени в этой информации заинтересованы клиницисты, потому что мне, по большому счету, чтобы оценить протяженность поражения в пределах биоптата, эта информация никак не повлияет на мое заключение. Ваше заключение влияет? Я думаю, что не повлияет. То есть вам карта взятия биопсии не так принципиально? Нет. Нам главное, чтобы отдельно были маркированы биоптаты и человек, который будет анализировать репорт, смог соотнести изменения в каждом столбике с той локализацией, откуда он был взят. Спасибо большое. Вопросы не появились, да, из зала? Так, я еще тогда продолжаю. Скажите, пожалуйста, существует мнение такое, что если на анализ биопсии у 75-летнего, 80-летнего пациента патоморфолог пишет, что не обнаружены опухоледки, то это не очень тщательно проведенный результат исследования, так ли? Это очень абстрактный вопрос, это зависит от количества биоптатов. И к чему? Вам клиническая информация о пациенте крайне важна. Вы обращаете внимание на уровень ПСА, на возраст пациента, на его клинические там какие-то нюансы? Бесспорно. То есть первое, когда человек приходит ко мне на консультацию, что я его спрашиваю, возраст и ПСА. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот несколько процессов, которые ваш коллега описывал, такие, которые могут в некоторых ситуациях трактоваться неправильно, трактоваться как рак предстательной железы. Вот какие из этих процессов принципиально отличаются по воскулиризации, по объему межклеточных пространств? Почему это такой специфический радиологический вопрос? Потому что мультипараметрическая МРТ, она основана на характеристике, и мы потом будем свидетелями этого, нам расскажут, как трактуются эти данные. В нашем понимании радиологов рак предстательной железы типичный не только выглядит как вытеснение железистой ткани какой-то клеточной массой, но эта клеточная масса существенно сокращает диффузию, а это межклеточное пространство должно быть сокращено максимально. И этот очаг характеризуется повышенной воскулиризацией. Еще какие-нибудь процессы характеризуются такими изменениями, которые... Ну, вообще, по нашим данным, все-таки цена раны данных корцовом предстательной железы – это опухоль с высоким инфильтративным ростом. То есть, как бы, оттеснение железистой ткани предполагает определенную экспансию. То есть, для того, чтобы эта экспансия возникла, опухоль должна достичь определенного объема или определенной массы. То есть, на первых этапах все-таки и одним из ключевых диагностических признаков на материальных трепанобиоптатов является инфильтративный рост, так называемый. То есть, когда у нас опухолевые железы располагаются по обе стороны от нормальной предсуществующей железы. Поэтому и выраженность стромы, и стромальных изменений зависит от грейда существенно, и клеточная плотность зависит от грейда существенно, и от доли каждого компонента. Что касается процессов, которые могут симулировать, то, скажем, склерозирующий аденоз может иметь выраженную строму при довольно высокой плотности паренхематозных клеток. Ну, вероятно, повышенную восклиеризацию, хотя это микроскопически так не является основным из признаков этого процесса. Он сходен с образованиями в молочной железе, они могут симулировать звездчатые такие узлы, в том числе за счет своей плотности. Но склерозирующие аденозы в предстоятельной железе на самом деле не так часто встречаются. Основная проблема – это гиперплазия, аденоматозная гиперплазия предстоятельной железы. Проблема в том, что это очень гетерогенное по своим проявлениям состояние. Она может выглядеть в виде преобладания железистого компонента, то есть когда очень много желез, плотно упакованных, с небольшим количеством стромы. Это узел как раз-таки, это экспансивный рост. При этом сами вот эти трубочки могут иметь разной степени выраженности просвет, могут быть очень крупные, могут быть очень мелкие. И другим крайним проявлением спектра является аденоматозная гиперплазия с преобладанием стромального компонента. То есть это может быть стромальный узел или стромальная гиперплазия, когда это выглядит как миома в большей степени, чем как аденома. То есть там эпицидиальный компонент может быть представлен очень незначительно, и там будет выше плотность, будет опять же экспансивный рост. Но я не думаю, что там будет значительно повышена воскулиризация. Если честно, я не знаю, проводились ли какие-то исследования по сравнению аденоматозных? Аденоматозная гиперплазия, в нашем понимании, это степень накопления контрастного вещества. Это не только связано с плотностью сосудов, а еще связано с проницаемостью этих сосудов, выходов контрастного вещества. Ну вот нам оценить этот параметр тяжело. Это сложнее, поэтому мы в параллель можем провести патоморфологически только плотность сосудистых элементов. Так, хорошо, спасибо большое. И завершающий, наверное, мой вопрос. Рассказывали о дуктальной аденокарциноме, о том, что действительно это особая форма аденокарцинома. Существуют ли еще какие-то формы аденокарцинома предстательной железы, которые кардинально отличаются по росту, по морфологии и по прогностическим значениям? Есть некоторые редкие формы аденокарцинома, которые локализуются в предстательной железе. Это карциномы, которые, собственно, из периорутральных желез развиваются. Есть аденокарциномы уротелия, простатического отдела уретры. То есть там могут быть и переходно-клеточные раки, могут быть и аденокарциномы. И в этой зоне могут быть карциномы мюллерового типа, которые из резидуальной мюллеровской ткани развиваются. Это очень редко, но, тем не менее, там это светлоклеточные карциномы – один из частых вариантов. Скажите, пожалуйста, вот такая форма муцинозная аденокарцинома существует? Да, это, скорее всего, уротелиального происхождения аденокарцинома. Спасибо большое. Вопросы из Анны Сергеевны. Анна Сергеевна, Анна Сергеевна. Сейчас они поменяются, да? А вот семянные пузырьки, а что это устроено? В семенных пузырьках вот так же, что может имитировать опухолевый процесс? Потому что мы зачастую пишем, что есть распространение, а на самом деле его не находят, и наоборот. Распространение на семянные пузырьки в смысле? Да, да. Аденокарцинома? Ну, вообще, чаще всего мы сталкиваемся с распространением на семянные пузырьки, в первую очередь, как бы, по периферии от пузырьков, то есть это рост аденокарциномы. Ну, фактически, это фасциальное пространство какое-то, то есть вдоль семенных пузырьков, вдоль вот этого футляра. Следующий этап – это инвазия в мышечный слой стенки, и реже гораздо встречается истинная инвазия в просвет семенных пузырьков. Через просвет. Да, прямо уже через все слои. И для нас критерием инвазии в семянные пузырьки является инвазия во внепростатический отдел семенного пузырька. Что может симулировать такие состояния? Я думаю, что это только какие-то воспалительные процессы, потому что в семенных пузырьках очень редко бывает аденокарцинома. Я один раз в жизни виделась аденокарцинома в семенных пузырьков. Первичные. Первичные, да. Первичные.